Добрый день, с вами канал Интерес и сегодня мы поговорим на тему, какие растения обладают особой чудодейственной силой и помогут нам защитить свой дом от сглаза, негатива, очистить энергетику жилища, наполнить свой организм жизненной энергией и силой, помогут улучшить наше финансовое благополучие и привлечь удачу. Хочется отметить, что в старину люди верили в магические свойства растений и трав, занимались их сбором, сушили, делали талисманы обереги, развешивали их в доме. На самом деле множество растений обладает магическими свойствами и возможностью противостоять сглазу и другим негативным энергиям, но сегодня мы остановимся на топ 8 таких растений. В описании к данному видео есть тайм-коды, на какой минуте говорится про то или иное растение. Итак, приступим. Первое растение – это мята. Это растение является одним из самых сильных в магии и считается божественным. Листья и цветы мяты используют для притягивания денег, улучшения качества жизни, привлечения удачи. Для того, чтобы деньги всегда водились, положите листочек мяты в кошелек в отдел с купюрами. Аромат мяты заставит денежную энергию работать намного быстрее. Считается, что эфирное масло мяты способствует росту благосостояния. Мята может также помочь в очищении дома от отрицательной энергии, в активизации сверхъестественных способностей человека и пробуждении дара ясновидения. Для разжигания чувств семейной паре рекомендуют ставить букеты из мяты в спальне, чтобы возобновить страсть. Для творческих людей мята поможет найти новые идеи и вдохновение. Сильное магическое действие мята имеет в первый летний месяц, поэтому для различных ритуалов ее собирать советуют именно в июне. Кроме магических свойств растение считается отличным антисептиком и успокаивающим нервишки. Мятный чай поможет в борьбе с бессонницей. Второе растение это можжевельник. Можжевельник очистят от отрицательной энергии помещение, очистят подарки или вещи, которые по вашему мнению несут в себе негативную энергию. Для этого хвою высушивают, поджигают веточку, тушат ее и образовавшимся дымом окуривают. То есть если допустим вещь небольшая, то ее можно положить на тарелку и дымом провести под тарелкой по часовой стрелке три раза. Следующее растение это чертополох. Название этого растения говорится за себя. Эта трава защитит вас от нечистой силы, потому что это растение колючее, а нечисть боится уколоться. Поэтому проникнуть в дом у нее нет возможности. Эта травка является достаточно сильным оберегом от сглаза и порчи, как для жилья, так и для самого человека. Как ее используют? Для очистки энергетики дома и накопления позитивной энергетики используют срезанную веточку чертополоха с цветком. Ее высушивают и размещают над парадной дверью. Для избавления от колдовских чар следует окурить помещение этим растением. Для этого в жаропрочной посуде растения поджигают и окуривают жилище. Дым у чертополоха не совсем приятный, но это того стоит. Можно сделать и оберег. Для этого траву срезают на растущий месяц в 12 часов дня, обматывают волосами владельца 7 раз. Этот оберег защитит от магии и вернет все тому, кто это пожелал. Четвертое растение – синеголовник. Его употребляют в магии как растение, которое сгоняет нечистую силу, уберегает дом от сглаза и порчи. Для этого веточки синеголовника связывают между собой в букеты и подвешивают над входной дверью, либо ставят в вазу. Ведь это растение очень декоративное и красивое. Иногда жилище можно было окурить этой травой для очищения от негативных энергий. Следующее растение – крапива. Еще в старину потомки восточных славян верили, что ее крапива обладает целебными свойствами и магическими. 11 июля отмечается праздник «Крапивное заговенье». Согласно народному поверью, после 11 июля крапива теряет целебные свойства, но приобретает наибольшие магические свойства. Поэтому крапивные салатики, пирожки и щи лучше готовить до этого дня, а различные обереги и амулеты уже после. Для использования крапивы в магических целях лучше всего использовать веточки взрослого растения. Разместите засушенные веточки растения над входной дверью. Такой оберег поможет защитить дом от нечистой силы. Сделайте веник из крапивы, он выметит вам из дома весь негатив. От негатива можно также избавиться, если окурить помещение с помощью дыма от подожженной сухой веточки крапивы. Если тлеющей веточкой три раза окурить вокруг человека, то можно снять с глаз или несложное проклятие. Носите с собой листочек крапивы, он сработает как амулет и защитит вас от негативного нападения и запрограммирует вас на достижение побед. Следующее растение это береза. Русское дерево береза издавна признано растением с целебными свойствами, а также растениями с магическими возможностями. Для оберега можно взять небольшие кусочки коры старого дерева или веточки березы. Веточки нужно использовать весной, так как именно весенние ветви березы считаются отличным талисманом от печали, болезней и неприятностей. Следующее растение дуб. Мощь этого растения олицетворяет крепость. В силу долголетия это растение считается энергетическим донором. Регулярно прикасайтесь к дереву, чтобы наполнить свой организм жизненной энергией и силой, ведь при прямом контакте с деревом человек получает максимально возможное количество необходимой ему энергии. При этом можно даже поговорить с деревом и попросить его поделиться с вами его силой и величием. Очень полезны прогулки в дубовом лесу для нормализации кровяного давления, успокоения нервной системы и нормализации работы сердца. Следующее растение осина считается уникальным магическим деревцем со способностью поглощать отрицательные энергии и любые виды магического воздействия. Всем известно в фильмах один из методов борьбы с вампирами это осиновый кол. Это дерево отпугнет злых духов и спасет от энергетических вампиров. Осина очистит вашу ауру от негативных влияний. В этом поможет не только живое дерево, но и изделие из него. Чтобы изготовить амулет из коры осины, эзотерики советуют заготавливать сырье весной, март или апрель, утром часов 6 утра и при поднятом духе. Для амулетов подойдут кора, щепки, ветки и даже почки и листья. На сегодня у нас все. Подписывайтесь к нам на канал Интерес. Если видео было полезно, нам будет очень приятно, ставьте лайки. Ждем вас. До новых встреч.